Загадка про собак из Швеции и Норвегии. Вот смотрите, есть две страны соседних, Швеция и Норвегия. Климат там очень похожи, условия похожи, все в принципе одинаковые, только страны разные. Ну так вот, в Швеции, значит, очень много низких, прижатых к земле собачек с маленькими лапками, прямо очень много. А в Норвегии очень много высоких, высоченных собак, которые прямо вот такие огромные, высокие. И, соответственно, вот вам вопрос, как объяснить такую разницу в превалирующем образе собак? То есть, почему в Швеции много низеньких, а в Норвегии очень много высоких собак? Соответственно, попробуйте, дайте ваш ответ. А мы традиционно на минуте 30 его озвучим, поэтому поставьте видео на паузу. Подумайте сами, развивайте свой мозг и давайте ответ. И я напомню, что климат и там и там природа почти одинаковая, а вот разные страны, разные страны. Вы не знаете ответ, но вы можете его предположить и попробуйте угадать верно, и попробуйте, так сказать, взвесить все стороны за и против и найти правильный ответ. Нет, вы его не знаете, но тут его можно разгадать, его именно надо разгадать. Почему же в одном случае собаки высокие, а в другом низкие? Итак, давайте переходить к ответу. Смотрите, главным критерием было что? Разные страны. А страны это что? Это государственное регулирование. Некоторые говорят, что у, допустим, шведского короля такие собаки, и он моду создает. Но это бы создавало моду по всей территории. Климатом тоже не объяснишь. Ответ прост. Ответ чисто финансовый. В Швеции налоги платят на животных по росту. Чем выше животное, тем больше налог. Поэтому там содержат низеньких собак. А в Норвегии платят небольшая деталь. По длине, соответственно, чем собака более длинная, тем больше налог. В итоге получается, что в Швеции выгодно держать низеньких длинных, а в Норвегии высоких, ну и не таких длинных собак. Вот и все. Правильный ответ. Разница налогообложения. Точнее, налогооблагаемой базы животных. Критериев животных.